Слава Господу, братья и сестры! Нам в небо открыта дорога. Слава Иисусу Христу! Через грех открыта дорога только в ад, а через страдания Иисуса Христа, смерти и воскресения в небо. И Писание говорит, что мы все согрешили, все решили славу Божией, и для того-то явился Христос, чтобы поднять грехи многих, наши грехи, взял на себя, об этом сегодня Дух Святой рисует. Галата мы читаем, смотрите, такое слово. Я напомню его нам всем. Что делает Дух Святой в этом собрании? У несмысленной Галаты, кто прелестил вас не покоряться истине, у вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. И вот через Слово Божие Дух Святой показывает картину Голгофа, как бы он распятый был не там, за стеной Иерусалима, на Палестине, а как будто он распятый здесь, в Хемете. Прямо сейчас Дух Святой рисует картину, что он здесь. И вот мы все видим через Слово Божие предначертанный, пред глазами нашими Иисус, как бы у вас распятый. Не надо ехать туда, не надо покупать билеты. Дух Святой для каждого человека. В любом месте, где он находится, он заинтересован, чтобы показать нам Голгофа, показать нам крест Иисуса Христа и спасения. Слава нашему Господу! И вот эта работа Духа Святого в этом собрании, чувствую, как Дух Святой показывает нам сегодня, чтобы мы увидели, и это Слово, которое мы слышали, для того, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры, который вместо предлежащему радости претерпел крест, пренебрегший по остромлению, воссел одесною престола Божия. Братья и сестры, помыслите о нем, который претерпел такое поругание от грешников. И вот наши мысли, наш внутренний взор, мы смотрим на Голгофу. Я верю, что Господь хочет принести нам большое благословение сегодня в этом собрании. Я читаю также с 5 главы Римлян, продолжая эту тему. И Христос написано так же. Ибо Христос, Римлян, 5 глава, 5 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог, свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизни Его. И не только, и недовольность Его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. И вот Писание нам говорит, что Христос, однажды, когда мы еще были грешниками, когда мы еще были немощными, Он уже пострадал за нас. Прежде чем ты родился и я родился, Иисус Христос уже умер за тебя и за меня. Слава нашему Господу! Прежде всего, Христос явился, чтобы взять грехи наши. И мы оправданы, написано ныне, но Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем, более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева. Друзья мои, что такое оправдание, которое Писание говорит о Христе, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И 1 стих 5 глава говорит, «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого и верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Итак, Писание говорит, что есть оправдание. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И здесь написано, что посему болен ныне, будучи оправданной кровью Иисуса Христа, мы оправданы кровью Иисуса Христа и Его смерти. Что такое оправдание? Это терминология может быть судебной практики. Что это происходит в суде, когда человек оправданный? Мы можем представить суд, мы можем представить судью прокурора, и вот на скамье подсудим. Давайте мы посмотрим Иерусалим сейчас, в это время, когда было то, о чем мы сегодня с вами рассуждаем. Вы знаете ту историю, вы знаете, что там как раз произошло преступление. Напали на римских воинов и убили, сделали грабежи, убийство было совершено, и этих преступников взяли, этих преступников арестовали. И римская власть жестоко наказывала этих преступников, потому что против власти, не просто евреи против евреев, евреи против римлян восстали и убили. Это жестокая казнь, она была на кресте, чтобы это показательная смерть была. И там сидел преступник Варава. Мы читаем Писание, знаем, я просто говорю с языком другим, немножко как юридическим языком, и сидит Варава. Представьте, суд начался, Варава, преступник, пойманны все доказательства, что это он, что это он, что он виновен в смерти этих людей, и только смерть наказнен на кресте. И вот как бы в этот суд заходит Иисус Христос, вот эта история, во всей истории Иерусалима, туда попадает тоже Иисус, туда к Пилату попадает, прокуратору, попадает Иисус Христос. И сидит Варава, и ему смертный указ приписывает, и вдруг Иисус говорит, а это не он. Судья, господин судья, извините, пожалуйста, но Варава не виновен, Варава не сделала никакого преступления, это я сделал. Вы понимаете, что произошло на Голгофе? Что Христос говорит о тебе, обо мне, о нас, грешников? А он говорит, а это не он сделал. Господин судья, это я, я должен пострадать за него. И судья рассматривает, ну да, вроде бы так, Варава не виновен. И оправдание, Варава встает и ему говорят, ты свободен, ты оправданный. Оправдание это даже не только, что, знаете, он сделал, и ему как бы вот оправдание, это значит, ну, тебе как-то помиловали просто, ты виновен, ты вообще такой плохой человек. Оправдание, которое Господь нам дает, оно говорит абсолютно, что Варава не сделал этого. Не сделал. Иисус говорит, я-то я сделал. Бог возложил на него грехи всех нас. Твои мои преступления на нем лежат. И ты уходишь в зала сюда свободный, и поворачиваешь, кто этот человек, который взял на себя мою вину, мои преступления? Я же знаю, что это я делал, как бы. Но суд меня оправдывает, меня оправдывает суд. Вы понимаете, что суд Божий оправдывает тебя и меня. Оправдывает полностью. И не вспоминай даже, не вспоминай, что ты что-то сделал. Он оправдывает так, что ты никогда этого не делал. Я не могу представить своим разумом, что это оправдание настолько сильное, настолько мощное, что никогда ты этого не делал. Что за тобой вообще не числится этого преступления. Иисус говорит, он взял на себя наши грехи, наши немощи, болезни. Вина была возложена на него, как будто это он страдал, как будто он сделал преступление. Он стал грехом в английской Библии, написано. Он стал проклятием за нас. То наказание, то проклятие, то грех, который лежал на нас, легло на него. Я ухожу свободный, я оправданный. Я поворачиваюсь, кто этот человек, кто? И мне говорят, это Иисус из Назарета. Иисус из Назарета взял твои и мои грехи. И он понес наказание. И ты и я оправданный. Мы полностью оправдываем. И как будто ничего никогда ты не делал в преступлении. Вот так оправдание работает в Иисусе Христе. Слава нашему Господу. Мы просто не можем представить этого всего. Мы даже, наша вера, она не может вместить все оправдание, которое оправдано мы с вами. Оно настолько сильно. Но Бог свою любовь показывает нам. Тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. А умер почему? Господу угодно было Иисайя поразить его. Господу было угодно поразить его. Как будто он говорил своему сыну. Ты виновен. Ты виновен, сын мой. Твои грехи мои на нем лежат. И он стал виновным. И Христос сказал, да, я иду. Я иду. Исполнить волю твою. Господу угодно было поразить его. Посему тем более ныне, будучи оправданной кровью его, спасемся им от гнева. И вот вторую часть я хочу, оправдание и жизни. Здесь тоже написано. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью сына его, то тем более примирившим спасемся жизнь его. Друзья мои, мы вспоминаем смерть и страдание Иисуса Христа. Хотя мы говорим, что когда мы говорим хлеб, взял хлеб, проломил, благословил и раздал, сияясь плоть моя, сиясь телом из вас ломимая. Что мы подразумеваем в теле? Что мы подразумеваем в этом хлебе? Я ес им хлеб живой. Ядущий, ядущий этот хлеб, или телом, будет жить вовек, друзья мои. Если мы спасены через кровь Иисуса Христа, цена искупления нашего крови. А когда мы берем сегодня тело, это уже жизнь. Спасемся, написано, теперь жизнь его. Нам теперь надо жить его жизнью. Вот это недостаточно, что мы вспоминаем. Недостаточно, что он умер за нас. Чтобы нам иметь жизнь, теперь надо вкушать эту жизнь. И вот мы сегодня, сейчас будем совершать это служение, вот, примирившись, спасемся его жизнью. В теле он есть хлеб жизни. Всякий едущий хлеб себе будет жить вовек. Друзья мои, Бог преломляет нам сегодня это слово, как хлеб живой и пьющий кровь мою. Оно, это не кровь физическая, это не хлеб, не тело физическое. Это в этом смысл веры, чтобы мы сегодня приняли. Друзья мои, если это просто для тебя только образы, оно останется образом. Но если ты принимаешь из этих образов жизнь, оно станет жизнью для тебя. Поэтому мы должны посмотреть глубже. И сегодня, взирая на начальника и совершителя веры, на Иисуса Христа, мы будем преображаться в тот же образ, от славы, в славу Писания, говорит. Я хочу сегодня сказать короткое свидетельство, что Давид говорит, всегда при собой видел я Господа. Евреям 12 глава мы уже слышали, читали. И цитировали это место. Взирая на начальника и совершителя веры. Друзья мои, когда мы читаем Слово Божие, которое записано к евреям, то есть когда мы читаем Псалм, всегда при собой я видела Господа, друзья мои, ибо Он одесну меня. Когда мы видим Господа, друзья мои, когда мы взираем на начальника и совершителя веры, вот у нас тогда всегда вдохновляемся Его верой. Мы живем этой верой в Иисуса Христа. И вот сегодня нам нужно посмотреть на Иисуса Христа. Мы молились с одной сестрой из Украины, и она ничего не знает, что... Ну, я думаю, что у нас есть уже что-то, когда уже за 60 тебе какие-то есть немощи, какие-то есть в теле проблемы. Она ничего не знает за меня. И она в молитве говорит, такое было откровение, говорит, тебе. Когда ты будешь принимать преломление, вечерю Господню, ты всегда бери с благодарностью и называй свою проблему, называй свою болезнь пред Господом. И Господь будет исцелять тебя. И вы знаете, я стал это делать. Я практиковать стал Слово Божие, трапезу Господнюю, как это средство, которое благословляет и дает мне здоровье и исцеление. Брат Леонид, он сегодня так с юмором немножко сказал, брат Сергей был вроде бы не такой крепкий и сильный, чтобы разъезжать там, как стало в возрасте побольше. Сейчас ездит на Украину уже с октября месяца по сегодняшний день. Четвертый раз мы едем на Украину. Четвертый раз уже будем ехать на Украину. И вы знаете, Бог дает здоровье. Вот видите, как получается. И вот это то, что я сейчас делаю, я применяю это просто бирус благодарности. Есть, да, проблемы, есть немощи. Но я называю, Господи, ты взял эту немощь на себя. Ты взял мою болезнь. И вот я удивительно укрепляюсь, и Господа дает силы. Поэтому, когда мы будем совершать хлебопреломление. Я это откровение было мне лично. Я рассказал в церкви, помню, на последнем или на предпоследнем преломлении у нас в церкви. Чтобы люди называли, когда они берут хлебопреломление, тело берут и говорят, Господи, ты взял на себя мою болезнь. Называй свою болезнь. Там диабет или повышенное давление, или еще что-то. И вот люди тогда восприняли. И на следующее собрание я слышу свидетельство. Свидетельство слышу. Такие молодые вроде бы братья. Ну, им еще совсем мало возраста. Но и какие-то проблемы были. И бывает, знаете, молодые люди стесняются сказать свою проблему, огласить. Это молодой уже больной. А она есть, она мучает. Она, вы знаете, никому не скажет. А вот тайны. Берешь хлебушек, молишься. Господи, ты знаешь мою проблему. Я беру это с верою. И я беру с верою, как исцеление твое. Друзья, это наше исцеление. Это наше здоровье. В ранах Иисуса Христа мы исцелились. Вот мы сегодня ехали к вам, мы по дороге рассуждали. Дереку принца открыто было, что мы совершаем, верим, что ранами Иисуса Христа мы исцелились, что Он взял на себя наши болезни, немощи. И никогда не получал я исцеления. А у него была болезнь, по-моему, с кожей связана. Вот. И он болел, болел. И потом Господь ему сказал, а ты читай это с верою и принимай это как лекарство, Слово Божие. Друзья мои, принимали ли вы, Слово Божие, трапезу, как лекарство? А вот сегодня примите как лекарство. От всех болезней. И вот он стал делать. Смотрите, когда мы принимаем лекарство, мы принимаем лекарство регулярно, во-первых, да, врач приписывает, как его принимать. Там три раза в день. Мы принимаем три раза в день. И часто лекарство, оно работает не сразу. Вот мы приняли лекарство, и сразу там температура ушла или еще что. Мы принимаем лекарство, и ничего. Это второй день принимаем, третий раз. И на четвертый, на пятый раз оно начинает работать. И поэтому, друзья мои, начните принимать хлебопреломление как лекарство для себя. Может, оно сегодня не сработает, в следующий раз. Но когда вы каждый раз принимаетесь с верой, оно будет, оно обязательно будет работать в вашей жизни. Пусть Бог благословит. Я смотрю, что наше время уходит. Надо еще совершить молитву. Сейчас помолимся. И я думаю, что братья будут уже совершать это служение. А нам хочется сегодня вместе с вами, друзья мои, если мы оправданы, если ты и оправдан, спасен, мы действительно оправданы, мы спасены, теперь нам следующий шаг. Надо жить его жизнью. Надо жить его телом, его кровью. Надо питаться. Тело и кровь, она дает нам жизнь. Это Слово Божие. Это Дух Святой. Это Церковь, где мы общаемся. Это все вместе. Надо жить его. Недостаточно один раз быть спасенным, я спасен и иду, куда хочу. Я не думаю, что Варава, я не думаю, что, я не знаю историю, но я не думаю, что Варава ушел от Господа. Когда так случилось, когда он узнал, что за место него он должен быть висеть, я представляю картину, это два его друга. Два его друга, он точно знает их имена, и он знает, что они приговорены к смертной казни. Я думаю, что он из-под тяжка, может быть, смотрел, и он пробрался туда, на Голгофу, поближе, поближе. Он смотрел на тот средний крест, он думал, что там должен быть я. Там должен быть я, мои друзья, справа и слева. Кто же этот человек, который висит? И как я ему должен быть благодарным? Мы сегодня слышали о благодарности. Как я должен быть ему благодарным? Там не я, а он висит. Не ты, а он висит. И поэтому я еще хочу вас призвать к благодарственной молитве за его кровь, за его раны, за что в ранах Иисуса Христа твое и мое исцеление. И примем это с верой, и мы будем верить. Я благодарю Бога, что Господь даст сегодня благословение, исцеление, и даст тебе, в чем ты нуждаешься, церковь. Давайте мы встанем, коротко помолимся еще.